Здравствуйте, ребята! Я учитель химии Татьяна Витальевна. Очень рада приветствовать вас в Доме Знаний. Тема вебинара сегодня – кислоты, общие понятия. С данной темой вы познакомитесь на соответствующем видеоуроке портала Дома Знаний. Что же такое кислота? Можно сказать, что это одно из самых распространенных химических веществ. Еще это важнейший продукт хозяйства и сырье для разных отраслей химической промышленности. Почти ни один технологический процесс не обходится без участия в нем кислот. А роль кислот в живом организме? Они ведь поставляют необходимые ему ионы водорода и ионы других элементов. Наша поджелудочная железа – это микрозавод по производству соляной кислоты, без которой нарушается весь процесс пищеварения. Кислоты также входят в состав огромных молекул ДНК и РНК. Много интересного можно еще рассказать о кислотах. Начнем с определения кислот. Можно дать несколько определений кислотам. Кислоты – это сложные вещества, состоящие из атома водорода, способных замещаться на атомы металла и кислотного остатка. С точки зрения теории электролитической диссоциации, кислоты – это электролиты, при диссоциации которых в качестве катионов образуются катионы водорода. А с точки зрения протолитической теории кислоты оснований – это теория Брэнстетта-Лаури, кислоты – это доноры протонов. А теперь поговорим о классификации кислот. Их можно классифицировать по разным критериям. Первый критерий – по наличию атомов кислорода в кислоте, кислоты делятся на кислород, содержащий и бескислородные. Второй критерий – основность кислот. Основностью кислоты называют число подвижных атомов водорода в ее молекуле, способных при диссоциации отщепляться от молекулы кислоты в виде катионов водорода, а также замещаться на атомы металла. По основности кислоты делятся на одноосновные, двухосновные и трехосновные. Третий критерий – это летучесть. Кислоты обладают различной способностью улетучиваться из водных растворов. Четвертый критерий – растворимость. Кислоты делятся на растворимые и нерастворимые. Следующий критерий – это способность к диссоциации. Хорошо диссоциирующие сильные кислоты и мало диссоциирующие слабые. И последний критерий – окисляющие свойства. Слабые окислители проявляют окислительные свойства за счет катионов водорода. Это практически все кислоты, кроме азотной и серной концентрированной кислоты. Сильные окислители проявляют окислительные свойства за счет кислотообразующего элемента. Кислоты – это азотная кислота любой концентрации и серная кислота концентрированная. Перейдем к изучению химических свойств кислот, так как наибольший вопросов поступает именно по этому разделу. Итак, во-первых, кислоты диссоциируют в водных растворах на катионы водорода и кислотные остатки. Как уже было сказано, кислоты делятся на хорошо диссоциирующие и мало диссоциирующие. При записи уравнений диссоциации сильных одноосновных кислот используется либо одна стрелка, либо знак равенства, что показывает необратимость такой диссоциации. В уравнении диссоциации слабой одноосновной кислоты используются две стрелки. Такой знак отражает обратимость диссоциации слабых кислот. В их случае сильно выражен обратный процесс объединения катионов водорода с кислотными остатками. Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато, то есть катионы водорода от их молекул отрываются не одновременно, а по очереди. По этой причине диссоциация таких кислот выражается не одним, а несколькими уравнениями, количество которых равно основности кислоты. Например, диссоциация трехосновной фосфорной кислоты протекает в три ступени с поочередным отрывом катионов водорода. Причем каждая следующая ступень протекает в меньшей степени, чем предыдущая. То есть молекулы фосфорной кислоты диссоциируют лучше, чем дегидрофосфат ионы, которые в свою очередь диссоциируют лучше, чем гидрофосфат ионы. Связано такое явление с увеличением заряда кислотных остатков, вследствие чего увеличивается прочность связи между ними и катионами водорода. Из многоосновных кислот уравнение диссоциации серной кислоты можно записать в одну стадию, так как данная кислота хорошо диссоциирует по обоим ступеням. Одним из критериев классификации кислот являются окислительные свойства. Согласно данному критерию, кислоты бывают слабыми окислителями и сильными окислителями. Слабые окислители проявляют окислительные свойства за счет катионов водорода. Такие кислоты могут окислить из металлов только те, которые находятся в ряду активности левее водорода. В качестве продуктов образуется соль соответствующего металла и водород. Но что касается кислот сильных кислот окислителей, то есть серная концентрированная и азотная кислота, то список металлов, на которые они действуют, намного шире. И в него входят все металлы до водорода в ряду активности и практически все после. То есть серная концентрированная и азотная кислота любой концентрации будут окислять даже такие малоактивные металлы, как медь, ртуть, серебро. Кислоты взаимодействуют с основными амфотерными оксидами, при условии, что образуется растворимая соль. Кремниевая кислота, поскольку является нерастворимой, в реакцию с малоактивными основными амфотерными оксидами не вступает. Кислоты взаимодействуют с основаниями и амфотерными гидроксидами. Также кислоты взаимодействуют с солями. Но данная реакция протекает в случае, если образуется осадок, газ, либо существенно более слабая кислота, чем та, которая вступает в реакцию. Обычно много вопросов возникает по специфическим окислителям свойствам азотной кислоты и концентрированной серной кислоты. Как уже было сказано, данные кислоты являются сильными окислителями и, в отличие от других кислот, окисляют металлы не только до водорода, но и после, кроме платины и золота. Необходимо хорошо запомнить, что металлы хром, алюминий и железо, хоть и расположены в ряду активности до водорода, не реагируют с концентрированной азотной и серной кислотами без нагревания по причине пассивации. На поверхности данных металлов образуется защитная пленка из твердых продуктов окисления, которая не позволяет молекулам кислот проникать вглубь металла. Однако при нагревании реакции идут. В случае взаимодействия с металлами обязательными продуктами всегда являются соль, вода и третий продукт, формула которого зависит от активности металла и от концентрации кислоты и температуры проведения реакции. Высокая окислительная активность концентрированной азотной и серной кислот позволяет им реагировать и со многими твердыми неметаллами, в частности с серой, фосфором, углеродом. Все бескислородные кислоты, кроме фтороводородной, могут проявлять восстановительные свойства за счет элементов в составе аниона при действии на них окислителей, таких как диоксида марганца, перманганата калия, дихромата калия. При этом, например, галогенит ионы окисляются до свободных галогенов. Йодоводородная кислота является сильным восстановителем и ее могут окислить оксид и соли трехвалентного железа. Высокой восстановительной активностью обладает также сероводородная кислота и ее может окислить диоксид серы. А теперь, ребята, поговорим о способах получения кислот. Бескислородные кислоты получают при растворении в воде газообразных соединений неметаллов с водородом. Так, например, соляная кислота образуется в результате растворения газа хлороводорода в воде, а сероводородная кислота образуется при растворении газа сероводорода в воде. Сами же упомянутые газообразные соединения можно получить в реакциях соединения водорода с соответствующими неметаллами. Кислород, содержащий кислоты, можно получить взаимодействием соответствующих кислотных оксидов с водой. Кислоты можно получить из соответствующих солей. Реакции обмена протекают в соответствии с вытеснительным рядом кислот. Например, соляная кислота вытесняет уксусную из растворов ее солей, а фосфорная кислота может быть вытеснена серной. На этом, ребята, наш вебинар окончен. До новых встреч в Доме знаний!